всем большой привет сегодня 19 октября суббота так быстро летит время и октябрь уже подходит к своему завершению осенние дни у вас у большинства наверное из вас а у нас еще лето представляете до сих пор стоит жара 28 градусов очень жарко ну как очень жарко терпимая температура но для октября не очень-то естественная и мы конечно же уже устали и ждем немножечко похолодания вот обещают на следующей неделе концу октября что начнет температура падать но такие немножечко подробности из жизни ну и по отчету хочу сегодня отчитаться по совместному проекту мои любимые коты 2 показать что я на вышивала какие у меня успехи мы вообще с вами немножко провести время ну и перед вами находится отшив то что у меня вышилась по работе от золотого ворона на крылечке вот таких двух кошечек котиков я вышиваю яркая летняя солнечная работа и вот то что у меня получилось у меня здесь вышиты два листа но это не полные листы это небольшие добавочные листы всего в этой работе 6 фрагментов 4 полные листа большие и два добавочные вот они два добавочные листа и не знаю получится ли у меня настроить камеры чтобы хорошие была цветопередача но в живую поверьте это очень ярко сочно такое настроение знаете замечательное появляется разглядывая даже вот этот небольшой участок здесь ярко зеленые листочки зелень видна и конечно же уже проявляется перила перила и вот первый котик появляется так надо взять ножнички вот у нас хвостик две лапки папка его очень мне нравится передача тени теней на перилах вот где отражаются даже листочки все это очень очень хорошо проработано и вышивается работа очень легко здесь идет зашивка цветом цветами больших участков вот в данном случае перила белые цвета есть немножко здесь серых ну в общем вышивается легко просто нужно время и как бы вышивать эти крестики я себе подготовила уже схемку на новый ряд как вы понимаете я буду сейчас перекручивать основу потому что мне уже неудобно и решила этот момент запечатлеть показать вам на каком этапе находится работа и дальше буду перекручивать и продолжать вышивать вышивать я буду вот следующий лист листы здесь такие большие значки крупные четкие понятные это правый до правая сторона со схемой я работаю таким образом я когда отшиваю отмечаю какие-то участки потом схемку я отрезаю но вот здесь в данном случае у меня подклеена две полосочки с прошлой схемы для того чтобы хорошо делать переход вот и когда я буду приходить подходить уже к левой стороне я сюда подклею еще лист ну и соответственно где-то здесь отрежу и выброшу схему я выбрасываю не оставляю поэтому вот так один раз вышиваю я не думаю что я буду вышивать второй раз бегать копировать для того чтобы просто было ну я не вижу смысла вот это не что-то такое сложное что можно что нельзя купить и достать российский производитель поэтому никаких проблем тем более золотое руно они молодцы любой даже снятый из производства набор можно заказать по индивидуальному заказу и тебе все сделают и отправят можно купить никаких проблем и что еще хочу сказать давно я не вышивала золотое руно и вот сейчас вернувшись к этому производителю немножко поработав со схемой с материалами могу сказать что я очень и очень довольна вышивается легко вышивается с настроением красивые конечно здесь идут ниточки много цветов я уже говорила здесь идет 50 значков 50 до кому 50 я говорила вот у меня такие два органайзера сейчас постараюсь вам показать их вместе вот такие вот у меня два органайзера не очень не нравятся эти органайзеры наверное я к ним не привыкла потому что когда берешь ниточку она вот видите вы выскакивает из этих язычков немножко путаются непривычно мне я больше люблю с и ну либо пока он как-то более качественный там не так сильно происходит вот этих вот вытаскивание нитей либо я пользуюсь обычными картонными органайзерами не с ними как-то проще и удобнее но не судила вот есть такие две красивые штучки яркие вот единственное конечно нитки короткие вы знаете золотого руно есть такая проблема поэтому приходится их складывать вдвое вышивать вот такие вот у меня здесь продвижение я довольна тем что получается все нравится и я в предвкушении появление появление вот этого котика так как я сейчас буду вышивать вот этот участок я думаю что у меня здесь уже должен появиться наверное даже полностью должен появиться этот код давайте посмотрим на схему будет ли нам видно здесь находится код или не здесь находится код где наш код но я так себе полагаю что вот где-то здесь это код наверное может быть я ошибаюсь по схеме не всегда легко можно понять где что находится все зависит от значков в общем я надеюсь что у меня сейчас будет появляться код и не будет на что посмотреть на что любоваться ну и конечно же и будет чем порадовать вас вот это все новости по данной работе не особо здесь большим не продвижение но хотя бы вот первый ряд уже готов нужно немножко подорганизоваться под собраться чтобы вышить в октябре обязательно хотя бы этот лист чтобы остальные три листа распределить уже на нет неправильно говорю этот лист уже идет на ноябрь остальные три пойдут на декабрь январь и февраль чтобы успеть да надо будет себя организовать ну что девочки перейдем к следующему ему процессу в этом совместном проекте и так мой второй процесс с которым я участвую в совместном проекте мои любимые коты 2 это оригинальный набор фирмы димэншн гол коллекшн африканские львы вот такую красоту я хочу получить может быть концу совместного проекта не и не удастся отшить хотя есть небольшой шанс маленький шанс он всегда есть но хотя бы в 2020 году я думаю что я смогу завершить эту работу и любоваться этой красотой возможно даже смогу и оформить вот ну это что у меня получили получается на данный момент я сейчас не ласки у снапов работа перед вами вот так как она у меня есть немножко мятая есть разметка напомню что я начала вышивать во время отпуска и начала вышивать сверху здесь полукрест в две ниточки очень мне нравятся нежные вот эти голубые оттенки сочетание с темными зелеными вот это дерево воздушное такое красивое очень мне нравится верхняя часть ну и так как я любитель вышивать все-таки снизу вверх мне пришлось потрудиться сделать расчеты разметку и перейти вниз ну и вначале когда я приступила вышивать вот этот уголочек нижний правый у меня было очень очень много сомнений по поводу правильности оттенков цветов мне казалось что здесь какой-то пересорт по ниткам или что-то здесь неправильно потому что некоторые цвета просто сливаются и нет какой-то четкости ну вот я сейчас вижу что наверное я ошибалась все таки есть этот эффект где видны эти листья травы пожухлой да вот такие но на картинке они более в желтый цвет здесь более коричнево оранжевый все таки есть отличие с картинкой я не знаю как должно быть на самом деле потому что картинка скорее всего это сделано с разработок еще оригинального набора американской сборки но у меня уже естественно китайской сборки причем перевыпуск может быть действительно есть какие-то отличия в цветах хотя девочки мне писали что нет все вот так так и должно быть ну будем дальше вышивать буду вам показывать пишите высказывайте ваше мнение по поводу цветопередачи отличие но есть вот видите да очень явно вот ну тоже бывают такие моменты когда саму фотографию обрабатывают засвечивают снимают при очень большом направленном освещении и цвета немножко искажаются может быть и здесь такой факт присутствует но в общем то конечно красиво получается вот этот участок я не знаю как это будет все в целом но хочется надеяться что у меня здесь все правильно будет все красиво я здесь приближаюсь к моей львицы как вы видите у меня здесь уже есть очертания львицы и вот скорее всего здесь у меня появляется уже нога наверное я переставлю кюснака вот сюда в центр и все-таки возьмусь и вышлю хотя бы половинку львица может быть и всю львицу не хочется чтобы уже появился хоть какой-то герой на моей работе и чтобы она меня радовала это вот львица до этот центральный один из центральных элементов героев этой картины хочется ее вышить и дальше буду продолжать вышивать бороться с этой травой ну а небо вышивается очень очень легко полукрест просто бери и шеи до шеи вот такие у меня здесь новости судя по отшитым отшитому участку у меня скорее всего я приближаюсь к одной четвертой еще одной четвертой нет но вот если я запомню вот этот кусочек это у меня будет одна четвертая работа то есть хоть как-то но потихонечку работа двигается честно вам признаюсь времени у меня мало поэтому вышиваю я не так как раньше проводя вечера за вышивкой сейчас поменьше вышиваю но тем не менее без вышивки я не могу без вас я тоже не могу хочется хоть иногда но снимать видео делиться своими какими-то продвижениями какими-то новостями и я надеюсь что я смогу почаще радовать вас видео просто не всегда есть время днем а вечером видео как вы знаете они получаются темными и не очень и очень качественными поэтому буду стараться находить время и снимать видео для вас именно вот днем как сегодня так ну что он бы это у меня вторая моя работа главное в совместном проекте мой любимый коты 2 ну а также меня потянуло на небольшие маленькие такие рукоделки хочу поделиться с вами моими моей пока одной рукоделкой но есть еще в задумках и другие рукоделки вконтакте я увидела схемку одной милой вещицы которая меня очень сильно вдохновила и и я спонтанно вечерком найдя у себя необходимые материалы принялась за выполнение этой интересной штучки и вот такой вот интересный код осенний у меня получился здесь совпало все настроение и кошачьи по совместному проекту но и осеннее посмотрите какие здесь красивые желуде листочки осенние такое сердечко и вот такой вот замечательный коттэ у меня получился пуговки нашлись прям в тон в две штучки такой вот бантики ему завязала такой вот у меня котик теперь стоит на моем рабочем столе и и радует меня своей мурчащей осенней осенним присутствием такой вот задничек нашелся темная такая красивая ткани ушечка красивый такой коттэ единственное здесь казалось мое абсолютное не вышивательное не вышивательное не швейное мое начало вот шить я наверное как бы ну нет опыта в шитье поэтому здесь у меня все вот эти недостатки и сразу и вы вы выскочили во-первых вырезав вырезав я вырезала с запасом кота вышивала я его на линде черного цвета равномерки вышла с запасом соответственно вырезала с запасом простите и задничек приложила все померила и стала сшивать но я не угадала что линда будет очень сильно сыпаться и чтобы я не делала как бы я вот швом не закрепляла края она просто стала рассыпаться и вот есть такие места покажу вам изъяны видите где есть выскочили даже вот такие вот ниточки внизу где я вообще не могла сшить она просто вся у меня полезла вот видите пришлось даже захватывать вырезать большой кусок где она рассыпалась и сшить по самые крестики я внизу проклеила лаком для ногтей чтобы она не сыпалась и так уже смогла собрать вот это у меня вот такой вот оказался минус что я не умею работать правильно с тканью в плане сшивания ну что делать на ошибках учимся ну игрушка получилась немножко она мне конечно такая не совсем ровно не совсем идеально ну ладно я же ее не на выставку сделала я сделала так чтобы на нее любоваться мне нравится морда кота он у меня такой счастливый ванк я ему завязала вот он у меня находится на моем рабочем столе ничего я с ним не делаю хотела сделать какую-то петельку повесить может быть я его и повешу пусть у меня висит но пока стоит у меня есть такая коробочка с материалами вспомогающими всякие там у меня наперстки ножнички он стоит в этой коробочке охраняет все мои красивые штучки вот такой вот у меня получился КТ и есть у меня еще несколько идей по созданию таких таких игрушек на кошачью тему для разнообразия для совместного проекта вот такие новости у меня девочки по совместному проекту отчиталась надеюсь придала вам настроение вышивайте выкладывайте отчет напоминаю что отчет мы выкладываем 20 числа каждого месяца каждый месяц я создаю новый журнал для отчетов заходите в группу вконтакте вышиваю вместе в фотографии там много альбомов и вот за каждый месяц есть новый альбом есть альбом для готовых работ куда мы загружаем только готовые работы поэтому не забывайте выкладывать отчет ну и конечно же пишите все ваши впечатления по работе и делитесь вашим настроением на этом у меня все желаю вам хорошего настроения пока пока пока